1 сентября 2004 года навсегда останется страшной трагедией. Ровно в 9.15 праздничная линейка в Бесланской школе окропилась страхом и кровью. Террористический акт оборвал больше 300 жизней. Погибло 186 детей. Три дня спецслужбы самоотверженно боролись за каждого заложника событий. Сегодня, 3 сентября, посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Вместе со всей страной ульяновцы чтят память своих земляков. Среди них Дмитрий Разумовский. К его памятнику на площади Ленина возложены сотни цветов в знак благодарности и вечной скорби. Я позвонил в Москву начальнику управления по борьбе с терроризмом ФСБ России. И Дима не сразу, но вскоре был зачислен в спецподразделении ВИМПЕЛ ФСБ России, в котором прослужил он 10 лет. И вот, к сожалению, 3 сентября был его последний бой. Борьба с терроризмом стала одной из главных государственных задач. За последние 10 лет количество совершенных преступлений в стране снизилось в 260 раз. И это заслуга не только органов государственной безопасности, но и педагогов, которые прямо сейчас воспитывают будущих защитников Родины. Я считаю, что каждый должен знать историю своего города, помнить в таких датах, чтобы знать об этом, чтобы люди помнили и не повторять таких ошибок в будущем. Еще с предыдущим классом я сюда приходила, когда планировали только построить этот памятник, и мы выкладывали камнями слово «Беслан». И именно на этом месте теперь стоит этот чудесный памятник, к которому мы все время приезжаем и возлагаем цветы. Возложить цветы приехал и глава региона Алексей Русских. Памятное мероприятие завершилось минутой молчания.